Человека и с неё начинается личность, уверен Юрий Нечапаренко. На протяжении вот уже 20 лет писатель посвящает себя детской литературе и изучению биографии Михаила Ломоносова. В преддверии дня рождения российского гения автор множества книг приехал в Ненецкий округ и поделился тайнами писательской жизни. От науки к литературе, от изучения молекулы ДНК к изданию детских книг. Юрий Нечапаренко по специальности биофизик, член РАН, доктор физико-математических наук. Но вот уже 20 лет он совмещает любовь к естественным наукам с тягой к детской литературе. Такое, казалось бы, несочетаемое сочетание писатель объясняет просто. В какой-то момент мне показалось, что заниматься только одной такой твёрдой наукой скучно. Я вот вспомнил детство, начал писать рассказы одно за другим, подружился с детскими писателями. И теперь я работаю, вот, ну, немножко стараюсь быть похожим на Ломоносова, который, знаете, был и поэт первый в России, и учёный. Сегодня на его счету более сотни опубликованных рассказов. Три повести, роман, более трёхсот статей в области художественной критики и шесть книг. Две из них даже переведены на сербский и хорватский языки. Есть в коллекции писателей книга о том, на кого он старается быть похож. Книга о великом русском учёном Михаиле Васильевиче Ломоносове. Она называется «Помощник царя». Благодаря ей он и оказался в нашем северном крае. Эта история началась три года назад. Именно тогда известный в округе краевед Ольга Пахомова вместе со своими ученицами побывала на фестивале науки в Москве, где писатель читал лекцию Ломоносове. Нам очень она понравилась, очень заинтересовала. Мы, с другой стороны, посмотрели на этого человека, нашего земляка, хочу отметить. И здесь, конечно же, настолько она была интересной, вот эта лекция, настолько она как-то изменила, наверное, какой-то даже ход мыслей своих. Девчонки в то время справились успешно с Олимпиадой после этой лекции. У них были хорошие результаты. После не осталось никаких сомнений. Юрий Дмитриевич должен приехать на Ринмар и поделиться со школьниками знаниями о Ломоносове. Но, как говорится, обещанного три года ждут. И дождались. Писатель приехал на два дня с лекциями в рамках уроков краеведения. Их посетили ученики восьмых классов школы номер четыре. Очень приятно, что вообще появилось краеведение, потому что в наши времена просто его даже не было. А вот то, что здесь это делается, это очень прекрасно, потому что как раз истоки Ломоносова во многом в той земле и в том небе с северным сиянием, на которое он любовался и которое задало ему вопрос, что же и почему. И вот он пошел ответить на этот вопрос, понимаете. То есть исток его достижений в детстве, в тех вопросах, которые он задавался с самых юных лет. Встретиться с этим уникальным человеком посчастливилось не только в четвертой школе. На большую встречу с писателем пригласили учеников всех городских школ. 50 минут пролетело незаметно. Ребята узнали многое о жизни писателя, о его увлечениях, семье и друзьях, а главное о творчестве. Лене Дуркиной, ученице шестого класса четвертой школы, встреча очень понравилась. Девочка признается, что не ожидала узнать столько интересного. До этого дня я писателя ничего не слышала, но теперь она восполнит этот пробел. Сейчас будешь читать его книжку? Да, сейчас обязательно прочитаю. Почему? Даже не одну я. Кстати, все свои книги писатель привез с собой, и не по одному экземпляру. Половину из них он уже щедро подарил. Ирина Цепетова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».